друзья я хочу сегодня вам рассказать немного о ганге о том что это за река что это за богиня какое место она занимает ведической культуре чтобы в ближайшие дни вы смогли как можно больше и лучше сонастроиться с этой рекой с этим пространством чтобы возможно более осознанной была ваша дорога к истоку ганге к истоку этой реки я бы хотела рассказать несколько легенд которые наиболее известны несколько фрагментов из писаний которые связаны с этой богиней с гангой считается что изначально ганга была божественной рекой и текла она исключительно в небесном мире то есть в нашем материальном мире на земле она проявленной не было и для того чтобы она спустилась в материальный мир произошли некоторые события события в принципе можно назвать трагическими достаточно сложные перипетии в жизни различных людей и это повлекло за собой появление этой реки на нашей планете один царь которого звали сагара эти события описываются в рамаяне и бхагавата пуране один царь решил устроить ашваметха яги возможно вы уже запомнили вот антон вкратце говорил о том что это такое ашваметха яги это определенный ритуал когда царь выпускает лучшего коня в своей стране представляете да выбирается самый лучший жеребец и выпускается на все четыре стороны он будет скакать туда куда ему захочется то государство которое встречается на пути у этого коня оно либо должно признать свое поражение либо вступить в войну так вот конь царя сагары он был каким-то образом похищен есть мнение что эту интригу устроил сам индра сыновья царя объявили во всем мудреца его звали капила мудрец конечно ни в чем не был виноват и он проклял этих самых сыновей сыновей царя сагары уничтожил их мудрец капила сказал что только если пепел этих сыновей будет погружен в воды реки ганге только в этом случае они обретут освобождение до тех пор пока этого не произойдет их души не найдут покоя в стране начался определенный кризис сменился правитель новым правителем страны стал царь пхагиратха возможно у вас уже на слуху вы знаете что тот участок ганги который здесь протекает рядом с он как раз вносит имя пхагиратхи то есть эта часть ганги носит это имя так вот царь пхагиратха он совершал многолетний тапас многолетнюю аскезу сначала к брахме затем шиве для того чтобы ганга спустилась материальный мир сначала он просил брахму чтобы тот приказал ганге спуститься в материальный мир а шива был нужен для того чтобы укротить буйный нрав реки считалось что если бы ганга просто взяла и спустилась с небесного мира в наш то она бы просто смыла здесь половина планеты то есть настолько она была сильной настолько она была мощной божественной рекой что действительно эту мощь нужно было каким-то образом обуздать и есть такой очень красивый образ что ганга прежде чем просто попасть на нашу землю она сначала ее воды спустились на голову шиве возможно вы даже картины какие-то видели на эту тему а затем уже по его волосам она стекла в наш материальный мир конечно это очень сложно представить до река из божественного мира по волосам шивы спустилась на землю мы у гамукха никаких волос и вы не видим естественно как себе это представить причем даже есть в стихотворной форме такой белый стих описание этого процесса что вот она запуталась буквально в его волосах и не смогла найти дороги именно это ее укоротило то есть уши вы были настолько густые волосы что она вот между этими сплетенными волосами искала себе путь и во время этого ее воды как-то затихли да и она уже более спокойным потоком спустилась на землю в том месте который называется гамук таким образом мы можем наверное представить что это определенное сравнение шива каким-то образом энергию вот этой вот великой богини смирил утихомирил так что она действительно не нанесла вреда планете нужно сказать что вот ведической культуре ганга известна как дочь царя гималайских гор его зовут химован матерью ее была царица мена у них была еще одна дочка парвати я думаю каждому из вас известно что парвати это одно из воплощений адишакти той самой адишакти которая является вечной спутницей шивы то есть адишакти воплощается в разных телах на протяжении многочисленных рождений самое известное ее воплощение это сати и парвати именно с этими именами связано наибольшее количество вот ведических историй когда описывается жизни и лилы божественные игры шивы так вот ганга и парвати они были сестрами и удивительным образом обе они стали женами шивы чаще всего когда все таки рассказывается о шиве можно встретить описание что вот парвати это его любимая жена на самом деле когда шива принял на свою голову гангу она стала его супругой и существует множество имен множество даже каких-то мантр славлений которые связывают шиву и гангу например есть одно из имен шивы держащий гангу и к нему обращаются ом гангатхарая намаха то есть ом намах шивая ом гангатхарая намаха и так далее то есть у шивы есть сто восемь имен и сто восемь мантр которыми можно его почитать точно также есть сто восемь имен ганги и одно из этих имен шанкари принадлежащие шиве ганга она была кормилицей обоих сыновей парвати картике был старшим сыном ганеша был младшим сыном история этой богини также описано и в махабхарате у мудреца васиштхи была божественная корова эта корова не только давала прекрасное молоко но она еще и исполняла желание и поэтому многие цари и многие воины и многие даже мудрецы поглядывали на эту корову потому что уж больно лаковым кусочком она была скажем так потому что вы представляете да божественная корова что у нее не попроси она материализует все что угодно как-то раз в ашрам васиштхи пришли восемь божественных васу то есть это были боги вместе со своими супругами они посетили этот ашрам и одна из жен божественного васу увидав эту корову узнав что она может подарить бессмертие пожелала эту корову для своей земной подруги пусть у нее была некая подруга и она хотела чтобы эта подруга также стала бессмертной как она и она уговорила своего супруга эту корову похитить когда это случилось васиштхи был очень разгневан и он проклял всех восьмерых божеств рождением на земле потом он также смягчил несколько свое наказание сказав что в течение одного года каждый из них кроме одного получит освобождение из вот этого материального физического тела и только один из них тот который был непосредственным виновником муж вот той как раз богини которая попросила корову его звали дьяву либо еще сначала дьявус то есть васу дьяву он проживет на земле долгую жизнь будет обладать мудростью будет обладать истинным знанием и пониманием вет это как раз был хишма как так получилось что вот эти восемь детей были рождены именно у ганги они к ней обратились с большой просьбой ганга пожалуйста помоги нам скорее получить рождение на земле и избавиться от этого проклятия чтобы это не длилось долго потому что каждый из них представляете да боги не хотят воплощаться в человеческом теле потому что они прекрасно понимают что забывая вот этот свой божественный опыт они потом могут здесь грубо говоря наломать дров обрести новую негативную какую-то карму за которой потом получать новые новые воздаяния в общем ганга согласилась им помочь дальше давайте перейдем к истории отца пхишмы шантану царь хастинапура опять же он не просто так появился на земле однажды он получил рождение в теле царя махабхиши ему очень быстро наскучила земная жизнь и за свои заслуги за свое служение божеством индра показал ему дорогу в небесные миры соответственно он стал жить в небесных мирах и однажды посетил собрание божеств собрание у брахмы у создателя вселенной это было очень пышное собрание богов на которой явилась и сама ганга и говорят что она была настолько прекрасна и настолько чудесной была одежда на ней и сама нас сияла просто как луна которую наверное мы видели как раз вчера с вами ночью то есть это был настолько прекрасный образ прекрасное тело прекрасные наряды махабхиши не мог оторвать от нее глаз а еще вмешались силы природы которые случайным образом ветерок всколыхнул ее наряд оголил ее совершенное божественное тело и в этот момент все божества которые находились на собрании они скромно опустили взгляд кроме вот этого махабхиши только махабхиш дерзко смотрел на богиню и за это получил проклятие от брахмы брахма сказал что он получит рождение на земле таковым было проклятие но он может сам выбрать своих родителей махабхиши выбрал себе очень достойных родителей это был царь протипа и его царица это были как раз правители царства хастинапур этот мальчик был рожден получил имя шантану он был третьим сыном в семье но несмотря на это именно он получил царство хастинапур потому что первый сын у него была какая-то кожная болезнь и брахманы сказали что он не достоин получить трон хастинапура а второй сын получил в правление государства одного из своих дедушек по линии матери соответственно шантану стал правителем хастинапура он очень быстро освоил науки он был очень мудрым очень справедливым царем его государство процветало и однажды в кармически какой-то необходимый момент ему повстречалась ганга он был пленен ею с первого взгляда ну естественно как и в тот раз в небесном мире да она его пленила своей красотой также и в этом воплощении он не знал кто она такая обратился к ней у прекрасная девушка кем бы ты ни была это богиней либо дочерью богов либо небесной абсары либо простой земной женщиной пожалуйста стань моей женой и она сказала ему ответила о правитель там на самом деле махабхар это очень приятно читать потому что там такой прекрасный поэтический язык дословно о земной властитель я стану твоей покорной царицей но только с одним условием ты должен всегда и во всем меня слушать и никогда меня не осуждать чтобы я не делала чтобы я не говорила пока ты будешь со мной вежлив со мной добр я буду с тобой как только ты будешь не согласен со мной в тот момент я тебя покину шантана естественно согласился и ганга и сам царь были очень счастливы потому что обрели свою земную любовь царь шантану потерял счет времени он не замечал как шли месяца как протекали годы ганга родила восемь могучих сыновей но удивительный момент после того как рождался каждый ребенок она брала его в руки относила к реке и топила можете себе представить для царя который жаждет наследников и который был связан обещанием не делать ничего вопреки каково это было принимать такую потерю рождались прекрасные могучие витязи а как вы думаете почему так ганга делал это были те самые васу да которые взяли с нее обещание обратились к ней чтобы она их освободила от вот этой вот земной жизни и только на восьмой раз шантану взмолился о моя прекрасная супруга пожалуйста не убивай нашего ребенка и ганга успокоила его что да именно этот сын он будет жить и проживет долгую жизнь не беспокойся но как я и обещала сейчас я уйду то есть когда он ее ослушался все так сложилось в общем то как и было задумано и просчитано ранее ребенка она забрала с собой и вплотную занялась его воспитанием этого сына звали дева врата опять же махабхарата описывает его как выдающегося человека выдающаяся личность ганга обучала его у васиштхи он в совершенстве изучил веды он знал все науки он овладел всеми видами оружия как земного так и божественного получил множество даров от божеств от своей матери он стал действительно подготовленным для того чтобы занять трон в нужный час он повстречался со своим отцом состоялась это радостное воссоединение встреча отца с сыном царь шантану обрел действительно то о чем так долго мечтал этот юноша он подавал большие надежды на то чтобы действительно стать продолжителем рода некоторое время его еще называли дева вратой до тех пор пока он не совершил очень удивительный поступок дело в том что ганга не осталась царем шантану она следовала своему божественному пути а цель шантану через некоторое время полюбил обычную земную женщину причем она была не какой-либо царевной это была дочь рыбака звали ее сатьеватин отец сатьевати опасался что шантану выберет себе впоследствии еще других женщин и соответственно его внуки не получат места на троне и он взял с царя обещание если ты заранее согласишься что именно мои внуки станут правителями тогда я тебе отдам свою дочь в жены если же нет то извини царь шантану был настолько впечатлен этой девушкой настолько она покорила его сердце он стал перед выбором он только что обрел могучего сына дваврату и вместе с тем он влюблен так вот когда пхишма узнала влюбленности своего отца он принял очень строгий обет он принял брахмачарию сказал что никогда не вступит в связь с женщиной что он не будет женат и таким образом шантану естественно смог жениться на вот этой вот девушки на сатьевате боги были поражены этим обетом этим поступком девавраты и он получил в этот момент свое имя пхишма вот матерью такого выдающегося воина такого самоотверженного человека была ганга дальше уже если вам интересно вы можете как раз или сериал посмотреть или книгу почитать лучше смотреть сериал вместе с книгой то есть читать несколько страниц махабхарты хотя бы в кратком содержании и сравнивать потому что действительно очень много несоответствий присутствует в фильме нужно сказать что в индии ганга зовется именно гангой в женском роде в противовес тому что в россии эта река известна как ганг и в индии местные жители относятся к ней действительно как своей матери они очень часто называют ее гангама и вот даже если вы пообщаетесь с местным населением вы поймете что каждое утро несмотря на то что они там стирают белье они там умываются чистят зубы вот в этих священных водах несмотря на это у них отношение действительно к ней очень и очень возвышены я думаю что каждый из вас замечал что вода обладает удивительными качествами она может снимать усталость она может снимать энергию причем она может снимать энергию как плохую так и хорошую вот почему например после практики йоги рекомендуется некоторое время не омывать тело свое для того чтобы больше усвоить вот ту энергию которую вы каким-то образом конвертировали во время занятия и точно также и после какого-то утомительного дня стоит умыться водой даже ну буквально водой в наших квартирах и все равно чувствуешь какое-то облегчение я вам вот искренне желаю попробовать здесь подойти действительно с большим почтением и уважением ганге и умыться ее водами и почувствовать ее прохладу попробовать как-то сонастроиться с ней найти вот этот диалог и прочувствовать эту стихию на мой взгляд общение с природой она может играть очень большую и важную роль в практике она может буквально исцелять вот мы сейчас с вами находимся в таком месте в котором есть все вот присутствуют все стихии природы здесь можно настроиться с землей здесь можно настроиться с воздухом здесь можно настроиться с улей с огнем можно настроиться с гангой с водой я бы хотела поделиться несколькими мантрами которые мне нравятся самой которые я люблю произносить находясь в уединении находясь на природе это мантры стихиям природы и запомнить достаточно легко мантра земле ом предхиви намаха ом предхиви намаха это мантра земле славянской традиции это мать сыра земля в традиции индии на санскрите это предхиви мантра в воде ом варуна намаха строение везде одно и то же меняется именно имя божества что означает намаха это почтительный поклон или преклонение то есть я преклоняюсь перед стихией воды я преклоняюсь перед стихией земли перед варуны перед предхиви мантра огни это мантра огню ом агни намаха мантра ветру или воздуху это мантра вайю ом вайю намаха и мантра стихии эфир ом акаша намаха 5 стихий есть еще мантра ом прокрити намаха прокрития объединяет в себе все стихии эти мантры знаю именно благодаря алексея васильевича трехлебова если говорить именно о мантре ганге то можно использовать тоже достаточно стандартное славление которое также знают алексея васильевича трехлебова ом шри маха дальше вы вставляете имя божества которого хотите прославить и в конце намаха в данном случае если мы славим гангу то это будет ом шри маха ганга или ганга деви или мата ганга мати ганга намаха то есть вот эту вот середину имя божества вы можете вставлять в зависимости от того с каким божеством у вас есть связь с какой силой вы хотите сонастроиться я считаю что задача йога сонастроиться с со стихиями как вовне так и внутри себя наладить гармоничные отношения со всеми теми проявлениями стихий которые есть вовне и внутри соответственно если мы посмотрим из чего состоит наше физическое тело мы обнаружим что там очень много воды вода внутри нас представлена как кровь как лимфа как различные жидкости и задача йогина заключается в том чтобы обрести качество каждой из стихий вот если вы помните мы когда говорили про чакральную систему то я отмечала что у каждой из чакр есть какая-то своя стихия на уровне молотхары это стихия земли стихия воды она находится на уровне свадхистана чакры и вот можем немножечко поконкретнее поговорить про этот энергетический центр потому что действительно свадхистана чакра она во многом обладает вот этими качествами воды в первую очередь это качество гибкости чему нам нужно учиться у воды это ее текучести это умением найти самый верный короткий путь согласитесь в общении это бывает очень важно да когда мы пытаемся наладить общение с каким-то человеком нам очень важно гибко подходить к нему стараться где-то на не то чтобы подстроиться но найти контакт замечали ли вы что в современном мире очень многие люди страдают от болезни которые связаны с тем что у них густая кровь это также относится к проблемам с водной стихией внутри себя то есть когда у нас вот эта подвижность внутреннего вот этого течения она замедляется знаете какими средствами можно кровь разжижать так вот между делом на физическом плане побольше пить воды но это не сильно скажется именно на густоте крови кровь нужно ощелачивать и естественно у любого заболевания есть энергетическая причина но если мы возьмем вот в данном случае физический план ощелачивание крови можно проводить употреблять раствор соды слабо слабо такой на соду разводить в воде но еще более хороший способ это пить и как можно больше цитрусовых соков то есть вот цитрусовый лимонный сок апельсиновый сок они наиболее качественно ощелачивают кровь и среда вот это вот она не станет чрезмерно щелочной то есть организм всегда будет в нужном балансе поэтому если у вас или у ваших может быть близких знакомых есть такая проблема то можете им посоветовать давайте вспомним какие из проявлений сфатхистана чакры вам запомнились после лекции страсти удовольствия наслаждение вкусами так что еще раздражение страх обидчивость жалость к себе помните такое тоже сердитость каприз нервозность обеспокоенность опасения оскорбленность уязвленность зависть кстати тоже до бунтарство и сопротивление досада уныние ранимость разочарование комплекс неполноценности подавленность застенчивость смущение неловкость тоска и скорбь стремление к признанию мечтания романтичность очень часто когда происходит становление этого энергетического центра вот молодые люди в возрасте от 7 до 14 у некоторых это затягивается на долгие годы они становятся такими очень серьезными романтиками не очень любят представлять себя в каких-то героических образах им свойственно очень частая смена ролей сегодня они в одном амплуа представляют себя завтра в другом и вот им свойственно вот такая постоянная игра образов помните я вот рассказывала что на уровне асфатистана чакры очень непостоянные отношения вот это тоже связано как раз погружение в мир грез кстати еще про погружение мир грез хотела сказать еще на той лекции сейчас дополню как вы считаете вообще позитивно ли смотреть кино слушать музыку нет не позитивно если кино несет смысл музыку слушать позитивно любую музыка слушать не всякая музыка и не всякое кино действительно приносит благо замечали ли вы что вот например после похода в кинотеатр ваше состояние меняется знаете на ком отлично можно понаблюдать на детях вот дети отлично пародируют как раз таки поведение героев им стоит посмотреть мультфильм про спокойного персонажа там он становится спокойным если он посмотрит что-нибудь воинственное вот как у нас богдан посмотрит рамая ну какой-нибудь или там что-нибудь про ханумана или про арджуну вот самое любимое и сразу у него начинается построить из конструктора лук натянуть тетиву и вокруг у него сразу одни демоны с которыми он начинает воевать то есть на детях это проявляется наиболее ярко а вот скажите пожалуйста каким образом вы выбираете жанр что посмотреть по режиссеру по актеру вы вот смотрите это будет там ужас или это будет мелодрама а как вы считаете почему вы выбираете тот или иной жанр чего-то не хватает вот это очень точно это лежит зачастую очень глубоко подсознательно на самом деле человек выбирает себе фильм для того чтобы прожить ту или иную жизнь я это еще знаю по своей специальности потому что я по образованию режиссер и нас в общем-то учили не к некоторым вот этим хитростям тонкостям для того чтобы человек смотря фильм он мог сонастроиться с тем героем которого он видит на экране создатели фильмов стремятся сделать кино таким чтобы зритель увидел в нем себя чтобы он увидел свои проблемы чтобы он вошел в положение этого персонажа сонастроился с ним и дальше прошел с ним вместе путь если фильм действительно хороший сильный то после него вы можете чувствовать как очень сильный душевный подъем когда вас вдохновляют на что-то как и очень сильное опустошение или наоборот вы чувствуете прям вот высосали из вас как будто все или вы настолько сильно попугались там после какого-нибудь ужастика триллера что действительно потом еще в течение некоторого времени боитесь ходить по темным коридорам как предположим там или вы боитесь выключить свет вот все вот эти воздействия сми они действительно откладывают большой отпечаток на нашей энергии то же самое касается музыки чем быстрее ритмический рисунок тем сильнее он воздействует на ритм нашего сердца огромное значение играет громкость огромное значение играют вот конкретные инструменты если это действительно забойный рок клубные вот эти стили какой-нибудь транс хаус еще не дай бог как его зовут drum and bass он раньше слушал я вообще не представляю как это это же просто с ума можно сказать действительно представьте вот эти огромные стадионы людей в каком состоянии они находятся что они делают во время этой музыки и какими они приходят дальше домой что делают после вот этого можно сказать наркотического воздействия классическая музыка действительно есть хорошие исследования которые говорят что воздействие неплохое и мало того даже отдельные инструменты в классическом оркестре они очень здорово воздействуют на разные органы там что-то для печени что-то для сердца хорошо что-то для крови я слушала что такие смешные забавные вернее исследования есть что под музыку моцарта коровы дают в два раза больше молока до что там хлеб быстрее всходит и даже где-то в каком-то очень крупном мегаполисе в европе включали тоже на перекрестках моцарта и меньше было аварии пешеходы ходили более спокойными то есть есть такие исследования были проведены но минус у музыки у классической какой именно минус то что все это в любом случае заседает у вас в голове и когда вы решите заняться внутренней практикой когда вы решите именно поискать тишину внутри себя все это будет всплывать поэтому чем раньше вы будете стараться ограничить количество поступаемой информации внутрь себя тем лучше потому что все равно с ней придется работать она конечно всплывает сейчас там вот у меня из детства всплывает вообще то что всплывать чаще всего то что есть не слушаю уже очень-очень много лет но я думаю что наступит момент когда и мантры будут приходить и классическая музыка будет тоже всплывать во время медитации запросто а если говорить про свадхистана чакру люди очень часто привязываются к своему внешнему виду и это отнимает у них очень много времени действительно возникают комплексы неполноценности возникают постоянные сомнения хорошо ли я выгляжу достаточно ли я там нравлюсь окружающим людям а как я получусь на вот этой фотографии кстати вот привязанность к какому-то медиа контенту это тоже по части свадхистана чакры но если вы ставите задачу каким-то образом например прорекламировать йогу среди своих друзей то контент фото он может невероятно сильно заинтересовать других людей во всяком случае я знаю большое количество примеров и я сама в какой-то момент купилась на это же самое меня очень сильно вдохновляли йогические фотографии когда я видела красивых стройных ребят которые кто в горах кто на фоне моря то еще где-нибудь естественно это подкупает и ты думаешь а может быть и я так могу может быть у меня может получиться это не самая лучшая мотивация но эта мотивация которая свойственна очень многим людям современном мире и если вы можете посредством изображений вдохновить кого-то это очень здорово и это стоит использовать то есть йога она может быть инструментом и с такой стороны также когда человек только начинает заниматься йогой ему нужно сначала не просто погрузиться в полную тишину абстрагироваться от фильмов музыки там и так далее других каких-то развлечений ему для начала нужно найти какую-то замену сначала хотя бы ну придумать себе какой-то допинг такой да чтобы не потерять абсолютно вкус к жизни потому что для многих вот скажи выключи абсолютно телевизор перестань слушать вообще любую музыку не смотри вообще в монитор но это равносильно потому что в пещеру идти да то есть человек все равно у него по инерции еще есть желание что-то смотреть наполняться какими-то впечатлениями что-то переживать потому что когда мы и слушаем музыку и смотрим фильмы мы каким-то образом эмоционально себя проявляем мы что-то чувствуем и музыка рождает в нас какие-то эмоциональные переживания у нас возникает ощущение какой-то красоты мы задумываемся о каком-то тексте если это песня то же самое с фильмами мы таким образом себя вы разгружаем отдыхаем в какой-то степени поэтому здесь вот это как с питанием нужно двигаться достаточно плавно и постепенно чтобы не случилось передозировки потому что если человек просто отрежет себе абсолютно все наслаждения разом просто что потом случится да он скажет ну и и эту йогу лучше я буду жить как все и буду счастлив от этого поэтому здесь на мой взгляд очень важна постепенность и плавность вот именно в ограничении себя вот как и во всем точно также и в практике да если мы начинаем делать асаны просто с утра до вечера у нас тоже тело нам скоро скажет нет и ум тоже скажет хватит все и скорее всего откат будет гораздо значительнее нежели если бы вы просто плавно потихоньку там увеличивали нагрузку или закономерно как-то занимались там три-четыре раза в неделю в своем ритме прислушиваясь к себе вот это очень важный такой момент то есть если вы чувствуете что вы можете от чего-то отказаться значит отказываетесь это что говоря о сонастройке с стихией воды внутри нас и с различными энергетическими ее проявлениями если говорить еще о внешней сонастройке каким образом нам наладить отношение со стихией воды многие из вас понимают и осознают в какой экологической вообще проблеме находится сейчас наша планета насколько сильно загрязняется сейчас окружающая среда и насколько сильно загрязняется водная стихия в этом отношении рекомендую вам посмотреть фильмы которые также есть на нашем видеопортале видео точка вам точка ру вы можете там узнать что на самом деле в океане существуют целые острова мусора и каким образом внутри нас эта энергия может течь хорошо если мы настолько сильно загрязняем воду эту стихию вовне нас естественно никак поэтому вот это почтительное отношение нерасточительное отношение определенная экономия водного ресурса очень важно понимать и в быту когда мы открываем кран когда мы его закрываем можем ли мы обходиться может быть меньшим количеством воды они тем огромным количеством которым мы обычно пользуемся потому что кран открыть очень легко и кажется что вода оттуда будет капать бесконечно то что мы живем с вами в таких условиях городских когда мы можем использовать этот ресурс столько сколько захотим это трата очень большая трата ресурсов планеты за которые скорее всего придется в какой-то момент платить вот поэтому задумывайтесь пожалуйста об этом этот момент он будет действительно сказываться на вашей практике сказываться на вашем здоровье потому что природа она находится не только вне нас она внутри и мы являемся ее частью и чем гармоничнее будут наши отношения тем легче будут у нас получаться те же самые асаны тем лучше будет наше физическое здоровье и как следствие тем быстрее мы сможем познать самих себя и понять свою суть и эта суть она в общем-то неразделима с сутью которая есть внутри этого леса внутри этой божественной прекрасной реки внутри этих облаков солнца и так далее то есть мы часть этого мира и мы должны научиться гармоничной жизни внутри вот этой экосистемы я считаю что это так вопрос сколько нужно пить воды пить воду действительно очень полезно то мнение которого придерживаюсь я это мнение которое я считаю компетентным это не то что вот много выпить за один раз а пить по чуть-чуть но желательно целый день это будет самый лучший вариант для очищения организма для работы почек и чем больше воды будете в принципе лучше потому что наши почки они рады любой жидкости а если это будет чистая вода желательно там с минимумом каких-то примесей и так далее то это будет максимально позитивно именно по чуть-чуть если вы там трудитесь и у вас рядышком есть какой-то кувшинчик и в течение дня вы потихоньку пьете пьете чуть ли не по глоточку да если мы посмотрим на ведическую культуру то мы увидим что любая трапеза по ведам это определенное жертвоприношение можно сказать той сути божественной который находится внутри нас и поэтому когда мы что-то в себя погружаем мы должны это делать с почтением поэтому в этом отношении наверное да любой прием пищи на ходу и в том числе воды тоже имеет немножко негативный окрас поэтому это в идеале я вот вы знаете стараюсь брать за правило если есть возможность спеть трижды мантру я это делаю если нет я еще могу сказать ом татсат я знаю это от алексея васильевича трехлебова если каждое наше действие будет выполняться с этой мантрой ом татсат переводится как ом тот который является светом то есть это приветствие вот этого изначального божественного света если мы каждый свой шаг наполняем вот этой мантры вот этой сутью то и жизнь становится более осознанной и действия наши становятся более возвышенными когда мы думаем пометуем постоянно о чем-то возвышенном то меньше шансов что мы будем совершать какие-то глупости и что мы сделаем что-то лишнее когда мы помним о том что имеет ценность каждый прожитый миг есть такая техника техника якорения вы можете здесь запомнить какой-то свой опыт вы почувствовали опыт спокойствия какой-то благодати здесь со настройки с миром вы можете например взять какую-нибудь прекрасную шишку вот здесь помедитировать на нее запомнить вот ее вот этот образ привести ее с собой в москву желательно еще у нее спросить перед этим согласно она поехать или нет почувствовать внутренний отзыв есть кстати действительно мнение что вот с природой нужно вот желательно так общаться и потом взяв ее в руку дома уже возможно вы почувствуете как раз то состояние в котором находились здесь точно также прикасаясь к записям в дневниках рассматривая фотографии вот запоминайте как антон вам говорил в бадгай попробуйте здесь запомнить запах этого леса попробуйте запомнить свежесть ветра звуки которые здесь есть звук ганги не знаю запишите его на телефон и попробуйте создать на компьютере папку воспоминаний которые бы вас в какой-то момент погрузила в атмосферу этого места места в котором вы были наверное больше собой нежели вы являетесь в социуме больше открытыми в светлом расположении духа без напряжения без каких-то гнетущих забот запомните это состояние постарайтесь его заложить в какой-то объект или в какую-то асану занимайтесь здесь конкретно какой-то асаной и потом это асана у вас будет ассоциироваться именно с этим местом чтобы это состояние привнести в свою жизнь в той обстановке в которой вы обычно находитесь что еще хотела сказать если вы захотите каким-то образом настроить диалог с гангой вы можете попробовать действительно к ней искренне от всей души обратиться я убеждена что если ваша мотивация искренне чистая то вы обязательно услышите либо почувствуете либо увидите ответ в зависимости от того какой энергетический центр у вас наиболее развит кто-то чувствует благодать на уровне ощущения кто-то может увидеть какой-то образ который покажет ему река почему это важно впереди у нас достаточно долгий путь будет к истоку реки и этот путь возможно у кого-то он будет проходить легко у кого-то может будет проходить сложнее но многие ребята говорят что место где эта река рождается в нашем материальном мире она необыкновенно сильная она может дать вам опыт егический опыт тонкий опыт тот опыт который наверное ну действительно положен вам по вашей карме и если вы уже сейчас постараетесь настроиться с этой богиней потому что там будет именно она она будет нас сопровождать на протяжении всего пути и именно она будет давать нам силы когда мы будем из вот этих притоков прекрасных черпать воду их пить это будет чистейшая ледниковая талая вода и она действительно может зарядить энергией зарядить бодростью и чем сейчас более близкими станут ваши отношения чем больше вы постараетесь с ней сонастроиться тем более качественно у вас получится пройти вот этот путь до гамукха и обратно мне кажется что это очень достойный образ для концентрации которому вы можете сейчас уделить время постарайтесь к ней обратиться как помните как саша говорил добавить мама или папа слова мама ганга сколько тысяч паломников каждый год приходит для того чтобы поклониться этому месту они действительно приносят сюда очень много добрых помыслов искренних чистых мыслей и это остается в пространстве это впечатывается в эту землю в этот воздух в эти исполины сосны это достойный образ для концентрации стоит постараться выстроить диалог с этой силой очень красивые имена еще которыми эту богини называют я хотела вам их зачитать гири мандалагамини текущая по горной стране бхагиявати счастливая удачливая шанкари принадлежащие шиве сумукти да дающие полное духовное освобождение парабрахма сварупини воплощение всевышнего духа ситха святая рамья восхитительная и прекрасная шива да дарующие счастье но это только несколько имен которыми называют мать гангу наверное рано или поздно если практиковать йогу то можно почувствовать то самое успокоение в колебании ума о которых писал патанджали когда говорил что йога есть успокоение волн присущих уму йога чит тавритти ниротха если мы представим себе бурную реку когда она стекает на равнину и уже образует именно гладкое зеркало воды в этой реке можно легко увидеть дно можно легко увидеть ту живность которая там живет можно увидеть растения которые произрастают на дне точно так же и наш внутренний мир он становится прозрачным и мы можем обнаружить ту суть которая внутри нас находится потому что согласитесь даже вот в путешествии возможно кто-то из вас замечал что открываются новые черты характера вы замечаете а во мне еще есть вот это мне еще присущи вот эти пристрастия и так далее то есть мы себя периодически ловим на каких-то негативных моментах либо наоборот открываем возможно что-то положительное и это вдохновляет нас к дальнейшей практике так вот когда ум спокоен когда мы действительно усмиряем свои эмоции когда мы на некоторое время хотя бы отказываемся от чувств и обретаем независимость от них мы чувствуем то самое состояние отрешенности нам важно его ощутить хотя бы на некоторое время для того чтобы обрести вот ту свободу от всех тех эмоций от тех тех шаблонов которые в нас есть для того чтобы почувствовать какими мы можем быть спокойными уравновешенными в определенной степени невозмутимыми как вот эта гладкая ровная поверхность безмятежной реки в завершении я бы хотела вам зачитать одну цитату из книги парамахамса йогананды автобиография йога она как раз об отрешенности и об образе настоящего йога наверно аскета духовной личности который в некоторой степени отказывается от материальных благ здесь разговор учителя и его ученика ученик говорит учитель вы удивительны прощаясь заметил один из учеников бросив пылкий взгляд на патриархального мудреца вы отреклись от богатства и удобств для того чтобы искать бога и учить нас мудрости было хорошо известно что пхадури махасаи в раннем детстве отказался от большого семейного богатства когда преданный своему делу вступил на йоговский путь ты все перевернул на лице святого был мягкий упрек я оставил несколько жалких рупий и несколько незначительных удовольствий ради космического царства бесконечного блаженства в чем же мое отречение я знаю радость участия во владении истинным сокровищем разве это жертва вот близорукий мирской люд это настоящие отрекшиеся они отказываются от ни с чем не сравнимого божественного обладания ради жалких земных игрушек парамахамса и гананда автобиография йога кстати еще одна книга которую очень вам рекомендую к прочтению ом поэтому друзья сонастраивайтесь пожалуйста с этим прекрасным местом постарайтесь прочувствовать кто такая ганга старайтесь посмотреть на нее не просто как на поток стремительной воды который несется от ледника вниз к вороноси как на средства которые используют люди для того чтобы умыться постирать свои вещи и так далее постарайтесь увидеть за ней гораздо больше и постарайтесь почувствовать что вы действительно являетесь частью огромного мудрого мира вот этих стихий которые есть не только во мне но и в нас самих от вот этой сонастройки с этими стихиями будет зависеть и физическое здоровье и эмоциональное спокойствие и можно сказать лад вашей жизни благодарю